Люди оставляют отзывы. Конечно, что называется, градус реакции всегда выше на русских сайтах, чем на английских, то есть могут как бы и обласкать, а могут и обругать ужасными словами, я знаю, прямо так обидно. Обидно. И тем не менее, как-то я эти премии выигрывал, русская Америка был конкурс 2001 года в малой прозе, и в большой прозе я выиграл повестью своей под названием «Операция бассейн с подогревом», где переезд в Америку воспринимался как своего рода такая операция, бассейн с подогревом, и оказалось, что Америка больше и сложнее, чем, скажем, отсутствие или наличие бассейна с подогревом. Вот. А что касается реакции, да, но так как-то получается, что престижные сайты не оставляют места для этой реакции, для фидбэка своего рода. Но, как говоря о престижных... Ну, зато критики замечают, наверное. Зато критики замечают. Конечно, учитывая то, что дефицит времени существует на сегодняшний день, наверное, в большей степени, чем когда-либо, и обилие информации все больше растет, ориентируешься, наверное, на сайты уважаемые. И таких сайтов, наверное, все-таки не так много. Назовите их, потому что читателям, наверное, интересно. Один сайт называется TextOnly, и это одним словом T-E-X-T-O-N-L-Y. TextOnly.com. А это русский? Это русский сайт, да. Тогда Дат-Ру, да. Во главе его несколько человек, включая уважаемых известных критиков. А, то есть там идет какой-то отбор. Там идет колоссальный отбор. Они выпускают бог знает что. А нет, ни в коем случае. А вот это очень важно. То есть это как литературный журнал, но на интернете. Он выходит раз в два месяца. TextOnly.com. Да. И в принципе все так или иначе значимые какие-то существенные, значительные фигуры современной российской словесности либо публиковались там за последние 2-3-4 года, которые существуют этот журналом в последних 30 или 40 выпусках его, либо входят в состав редколлегии. Журналом более философско-документально, а также литературного плана называется ТОПОС. И заведует им Дмитрий Бавильский, на котором я тоже публиковался. Опять же, много достойных авторов, поэтому для того, чтобы стать в очередь на том или ином журнале, конечно, этот процесс гораздо быстрее проходит, чем публикация. Чем оно публиковается, но все-таки это процесс. Да, но по-три месяца как бы вас будут мариновать, и в любом случае это гораздо. Читать и думать, будут читать и думать. А с другой стороны, кто сказал, что книга должна выйти как бы за три месяца. Эту книжку я ждал 2 с чем-то года, свою немецкую книжку под названием Flussnummer Sieben, я не очень хорошо владею немецким. А эта книжка была переведена, то есть ее кто-то заметил в Германии, прочел по-русски и перевел и издал на немецком языке, с чем вас можно поздравить. Потому что вы автор, который публикуется на немецком языке. На немецком языке. Как я понимаю, перевод очень хороший, поскольку переводчица и я общались как на русском языке, когда у нее возникали какие-то сложности с переводом. То есть она хорошо знает русский язык и чувствует его, что очень важно для ваших текстов. Невероятно важно. Более того, из-за этого обилия словесной игры, семантической игры и так далее, мы должны были проверять на английском языке правильность ее понимания тех или иных кусков. Потому что вы немецким не владеете. Я немецким не владею. Как интересно. И на тот момент, это тоже небольшое прогрессивное издательство, на тот момент я достаточно был доволен тем, что из американских авторов в этом издательстве вышла всего лишь покойная Сильвия Плэтт, а из русских на тот момент не выходил никто. Я думаю, что и с тех пор на русском не выходил никто. Так что я была такой перволазочкой. Вы можете этим гордиться. Друзья, у нас осталось 20 минут до конца программы. Я открываю линию. Вы можете позвонить. 201-461-1384. Можете задать свои вопросы Павлу Лимберскому. А у меня вопрос, связанный уже с англоязычной аудиторией. Мы говорили о русском фидбеке. Есть ли какой-то отзыв и отклик. И поскольку вы все-таки печатаетесь на английском языке тоже, хотя не книгами, а отдельными произведениями, рассказами, может быть, вы пишете на английском языке, значит, должны быть англоязычные читатели. Есть ли они? Встречались ли вы с кем-то из них? Знаете ли вы, чего они хотят и как они реагируют на ваше произведение? Эти читатели есть. Их может быть меньше, чем русскоязычных моих читателей. Недавно была публикация моя в журнале под названием «Калк», где публикуются тексты. Это вроде как он толстый журнал, литературный. Вроде как иностранная литература, но за тем исключением, что, во-первых, меньше тираж намного, особенно иностранки с советских времен. А во-вторых, тексты оригинала, будь то корейские тексты или, скажем, французские тексты, всегда присутствуют параллельно с текстами перевода. В моем случае меня попросили, можно ли сделать исключение, поскольку все-таки у меня большие три рассказа, которые попали с моим интервью переводчику. У нас был диалог с переводчиком, объясняющий, почему он молодой парень, живущий в Америке меньше лет, чем я, а переводит меня, который как бы владеет английским, достаточно, чтобы либо самому перевести так далее. Интересный был диалог. И три текста. Реакция, трудно сказать, поскольку, наверное, судьба литературных журналов в Америке такова, что чем он интереснее, тем у него меньше тираж. К сожалению, да. Потому что коммерция, коммерция все задавила. Тем не менее, один из редакторов этого журнала пригласил меня выступить перед аудиторией в Вильямсбурге американских молодых людей. Наверное, автору, которому уже за 30-40, а может быть, даже и больше, так или иначе импонирует выступить перед молодежью. Это говорит о том, что, в общем-то, ты пишешь, наверное, чуть-чуть с каким-то запасом времени. И тебя, может быть, будут читать, когда, скажем, твоя земля жизнь. Лет через пять. Программа 201-461-1384. Вильямсбург. Вильямсбург. Игрreibt.